приближается гроза не знаю успею ли снять ролик тема уж очень злободневная массовое нашествие тли в садах вот сейчас мы короткую экскурсию по моему саду пройдемся где никаких химобработок я не провожу за исключением персика и абрикоса кое-где стоят ловушки световые и все есть свидетельство что в этом году даже фундук поражает это тля ну вот смотрите фундук здесь и неплохой он урожай заложил я уже показывал смотрите какая-то трехлетка и вот вся она увешана орехами и признаков тли и не наблюдается вот чем вызвана такая эпидемия тли ну только можно догадываться никогда она не наблюдалась может быть это какая-то вспышка на солнце год активного солнца или бурь магнитных ну не знаю я основная защита от вредителей в моей в моем саду это кофейная гуща с началом теплых дней просто рассыпаю ее при свольных кругах как видите ничего в саду моем не ака не перекапывается так кашу иногда и всю эту траву к штампам заребаю деревья растут как в лесу минимум ухода а урожай каждый год это видно по видео вот смотрим грушу листья у нее здоровые признаков тли я не вижу то же самое на яблони здоровый лист для не наблюдается вот смотрим персик молодой 4 лет косинец видите вот у него сигнальный плод будет в этом году чистейший лист а рядом с ним тут вот примастился миндаль вот миндаль не орехов на нем не тли и не урожай не заводить эту культуру у себя лишняя отрата сил и времени нигде за исключением узкой приморской полоски теплой плодоносить он не будет ну сейчас еще вот мы пройдем так транзитом сливу потом к ней вернемся и будем говорить о поражении тлей это видно вот смотрим персик молодой одна химобработка в этом году курчавость старые деревья поражала молодым хоть бы хны и далее кизил чистейший лист и вишня даже без признаков поражения тлей и вот сейчас мы возвращаемся к молоденькой сливе это сорт изумирик привита она на алычу видите урожай неплохой но поражена она тлей дело в том что это аборигенный сорт и считается что ничем он не болеет и ничем не повреждается и поэтому я приствольный круг не рассыпал кофейную гущу вот сейчас мы легким таким движением руки процедуру по отгону этих они взобрались туда уже чтобы новые не не появлялись и контрольно вот обратите внимание это раствор 1 к 5 жидкого дыма и вот мы сейчас пробуем обработать вот то что там появилось кофейная гуща уже не даст новым порциям вернее муравьям которые эту тлю заносит сюда не даст это кофейная гуща им сюда проникнуть а жидким дымом мы их этих зверей попробуем согнать вот смотрим да что у нас тут есть пораженные кушке молодые приросты это не очень хорошо потому что оказывает негативное влияние на рост и развитие деревьев очень некоторое время посмотрим что будет сегодня 5 июня вот эта эпидемия тли в садах спровоцировала эпидемию я бы сказал вспышку дураков на ютубе чего больные болезные там только не предлагают и тлю эту огнем и всякими там нурел нурелами д обрабатывать все это бесполезно и вредно ну вот что после вот этих обработок выйдет через некоторое время сниму я видео и более подробно будем говорить на эту тему вот смотрим какое поражение время желаю вам всего хорошего